Дорогие мои подписчики и новые зрители! Меня зовут Ева и на моем канале я рассказываю о своих поездках, делюсь своим опытом. Продолжаю вам рассказывать о своей поездке в Германию. Кто не видел первый ролик об отеле Ibis в Домодедово, переходите на канал и посмотрите! Итак, мы встали рано, позавтракали и отправились в аэропорт. Наш полет из Домодедово во Франкфурт осуществляла авиакомпания Люфтганза. Это Кфлагман, крупнейшая авиакомпания Германии. Полет прошел нормально, без недостатков. Я, как всегда, сидела у окна и снимала видео, делала фотографии. Очень люблю летать днем. Во время полета нас, конечно же, покормили обедом. Нам дали картофельное пюре с зеленым луком, мясом, грибами и лечо. Круассан, булочка, йогурт, джем и на десерт сухофрукты с сыром. Что меня немного удивило, это то, что приборы у Люфтганза были металлические. У всех авиакомпаний, на каких бы я ни летала, всегда пластиковые. И вот, наконец, мы подлетаем к Германии. Уже начали снижаться. Погода была ясная и было все очень хорошо видно. Я обожаю смотреть на Землю с самолета. Я обожаю летать. Это настолько захватывающее чувство. Тем более, когда летишь в какую-либо страну впервые. Вот она, Германия. Производство поля, леса, озера и дороги. Кстати, я не сказала, это был октябрь. И так как Франкфурт на майне находится в южной части Германии, в это время прекрасная погода, днем тепло, плюс 24. А листва на деревьях уже приобрела разноцветный вид. Мы приземлились в аэропорту Франкфурта на майне. Нашему счастью не было предела. Мы вышли с аэропорта и пошли на автобус, который нас уже ждал неподалеку. И что мы видим? На автобусной парковке нас ждало вот такое чудо. Нет, конечно же я шучу. Это не наш автобус. К сожалению. Это ретро-мобиль заслуживает уважения и наших снимков с ним на память. Далее мы сели в наш автобус и нас повезли в отель. Отель находился в пригороде города Хайдельберг, в поселке Ляймен. Сам город Хайдельберг, в свою очередь, находится примерно в 80 километров на юге от Франкфурта. Вы не представляете, с каким удовольствием я смотрю в окно, разглядываю улицу, архитектуру, природу. Несмотря на усталость и недосып, я никогда не могу от этого отказаться и закрыть глаза, вздремнуть. Только истинный путешественник получает максимум удовольствия от того, что он видит во время путешествия. У меня, как и у многих других, был сложен определенный стереотип по поводу Германии. Это идеальные дороги, чистые улицы, ухоженные, лаконичного стиля дома, чистейшие автомобили, строгость и порядок во всем. И одна из моих внутренних задач была развеять этот стереотип или подтвердить. И вот мы приехали в отель, четырехзвездочный отель Вилла Тоскана, в маленьком городке Ляймин. Судя по названию, сразу можно понять, что отель выполнен в средиземноморском стиле. И правда, у отеля очень красивая ухоженная территория и отличные просторные номера. В моем номере была очень большая комната, хоть танцуй. Двуспальная кровать с отличным матрасом, письменный стол, если надо поработать, кресло, ночник, комод и телевизор. За окном в моем номере был французский балкончик. Ванная комната также очень просторная. Мраморная столешница под умывальником, зеркало в шикарной раме под старину, дорогой кафель сантехника, душевая кабина вполне неплохая. Далее я отправлюсь на трамвайчике в город Хайдельберг. Смотрите мой следующий ролик. Всем до свидания! Субтитры подогнал «Симон»!